Добрый вечер! Спасибо, что не все разбежались. Я понимаю, конечно, что третью лекцию служить уже очень тяжело, но у меня будет попроще материал, потому что я не ученый, я как раз представитель прикладной профессии, которая потребляет все эти научные новинки. И именно об этом мы сегодня поговорим о том, зачем все это делается и кому это может пригодиться. По крайней мере, врачам может пригодиться точно, как минимум два очень интересных направления разработки, которые можно с некоторой натяжкой, наверное, назвать искусственным человеком. Первая разработка, она касается… Вернее так, давайте я сначала все-таки начну с того, что с моей точки зрения, с точки зрения врача, будущее уже наступило, то есть оно не на пороге, оно уже где-то на кухне, чай пьет с плюшками, потому что я уже около 14 лет работаю в том числе и с медицинскими новостями, я их пишу. И как-то так получается, что если в начале своей карьеры журналистской я писал о той же генотерапии, как о потенциальном методе лечения, о том, что это будет когда-то, я никак не думал, что, например, в прошлом году уже появился генотерапевтический препарат, правда, стоимость лечения его полный курс – это 1,2 млн евро, но тем не менее он раз и навсегда избавляет от одной очень неприятной болезни. И на самом деле, если посчитать экономический эффект, то не исключено, что 1,2 млн – это не такая большая сумма. Значит, если мы говорим о лекарствах, то тут вот никак нельзя обойти стороной такую вещь, как органы на чипе. В принципе, понятно, что когда мы разрабатываем лекарства, мы их разрабатываем для людей. И желательно, чтобы и испытывали их, мы тоже на людях. Ну, понятно, что где-нибудь в древности с этим было попроще. Если мы вспомним, например, задокументированное, одно из первых задокументированных клинических исследований, если его так можно назвать, оно относится ко II-I веку до нашей эры. Его проводил понтийский царь Митридатов Патор, который, помимо всего, помимо того, что это был достаточно хороший завоеватель, он еще параноидально боялся быть отравленным. И поэтому в том числе создал такой универсальный антидот, если его так можно назвать, тереак, состоявший из 54 компонентов. И клинические исследования, то есть работает или не работают те или иные компоненты, он проводил очень просто. У него была целая тюрьма заключенных, и, соответственно, он себе ни в чем не отказывал. Понятно, что добровольного согласия никто из них не подписывал, но у них его и не спрашивали. Значит, более-менее научное понимание того, что это все-таки должен быть нормальный подход именно с точки зрения научной. Появился на тысячу лет позже. И, как ни странно, его первым сформулировал Авицено. На самом деле очень интересно его читать труды, особенно переведенные Узбекской Академией Наук. Они читаются практически как записки современника, потому что то, что он озвучивал, ну понятно, что немножко другим языком, но он говорил те же самые вещи, которыми мы пользуемся сегодня. Например, он говорил о том, что клинические исследования должны проводиться именно на людях, потому что если мы делаем то же самое на лошадях, предположим, или на птицах на каких-то, то для них препарат может не работать так, как для человека. Это действительно так. Одна из моих специализаций на клинической токсикологии, и как раз перенос знаний, то есть экстраполяция тех знаний, которые получены на кроликах, на морских свинках или так далее, на человека это очень большая проблема. Те же кролики с удовольствием едят, например, белодонну с большим содержанием атропина, им от этого ничего нет. А человек получает атропиновый психоз и уходит в ком, и даже может умереть. С другой стороны, мы с удовольствием едим шоколад, который содержит достаточно большое количество теобрамина, а для кошек и собак это откровенный яд. И так далее. То есть эта проблема, в общем-то, озвучивалась уже на протяжении как минимум тысячи лет. Очень интересный подход предложил Филипп Ауреол Теофраст Бамбаст фон Гигенхайм, больше известный как Парацельс. Значит, в 1537 году он сформулировал, то есть, в принципе, это и до него предлагалась такая концепция, но он сформулировал его, наверное, лучше всего. Он предложил свой рецепт создания гомункулиса, то есть человека в пробирке. Если быть точным, то это реторта запаянная. Вот здесь на изображении, правда, не сам Парацельс, а Фауст, но можно считать, что это примерно одно и то же. Значит, технология достаточно простая. Берется сперма человеческая, помещается в реторту, запаивается. Да, туда еще конский навоз добавляется, как среда, скажем так, для взращивания этого гомункулиса. Запаивается, подогревается, и, как писал Парацельс, ему удавалось выращивать гомункулисов где-то 12-13 дюймов роста. То есть получался такой человечек, на котором он проводил свои опыты. И, что интересно, его подкармливать нужно было, естественно, кровью. Ну, понятно, что мы помним, что Парацельс еще был хорошим алхимиком, то есть я так подозреваю, что он варил не только гомункулисы, но и, наверное, некоторые другие вещества, которые помогали ему видеть этого человечка. Тем не менее, подход-то, в общем-то, правильный. То есть мы должны создать некое подобие человека, на котором можно будет испытывать лекарства. Могу сказать, опять же, что проблема эта связана еще и вот с чем. С тем, что процесс создания лекарственного вещества на самом деле очень длительный и очень дорогой. Если мы посчитаем, то это получится примерно, ну так, примерно около 20 лет уходит и затраты примерно полтора миллиарда долларов на создание одного препарата. Если посчитать, то вот из 10 тысяч молекул кандидатов, да, то есть мы работаем по-прежнему, работаем все перебором. То есть мы перебираем молекулы, а вдруг это подойдет, а вдруг это подойдет. Вот из 10 тысяч молекул кандидатов в итоге у нас может получиться один препарат на выходе в клинических исследованиях, а может и не получиться, потому что очень многие либо не совпадают по требованиям к токсичности, либо по эффективности оказываются где-то на уровне плацебо или могут даже хуже действовать, чем уже существующие препараты. Поэтому проблема того, чтобы испытывать эти лекарственные вещества побыстрее, подешевле и желательно поточнее, чтобы получать сразу всю о них нужную информацию, она, в общем-то, никуда не девалась и она есть. Цена ошибки в этом деле очень велика. Вы понимаете, да, что речь идет о человеческих жизнях и даже те люди, которые добровольно подписывают согласие на участие в клинических исследованиях, за последние 10 лет, по оценкам, их погибло около тысячи. То есть те люди, которые совершенно добровольно пошли на это дело, то есть уже тысячи летальных исходов. Кроме того, есть несколько достаточно крупных историй в фармакологии, которые сопровождались человеческими жертвами именно из-за того, что исследования не были организованы должным образом. Ну, самый, наверное, из них известный это талидамид. Изначально он разрабатывался как антибактериальный препарат, но потом совершенно случайно обнаружили, что крысы, которых кормили талидамидом, чувствовали себя более спокойными, чем крысы, которых не кормили талидамидом. И, собственно, вот этого было достаточно для того, чтобы он пошел в клиническую практику и стал использоваться у людей. Мало того, кто-то заметил, что этот препарат легко переносится беременными, устраняет симптомы токсикоза, то есть тех проявлений, которые идут на ранней стадии, пока идет перестройка организма, подташнивание и так далее. И его стали очень активно применять. Это развивалось где-то 56-62 год, закончилось крупным скандалом, то есть большим количеством врожденных уродств у детей, матери которых применяли талидамид во время беременности. Ну и кроме того, в принципе, еще где-то 40, примерно еще 40 тысяч человек обычных пострадали от различных невритов периферических, то есть воспаления нервов. Значит, именно эта история дала толчок к появлению полноценных нормальных многостадийных клинических исследований с обязательными исследованиями и на животных и с обязательными трехфазными как минимум, а лучше еще и четвертая фаза, то есть это как раз постмаркетинговое наблюдение для того, чтобы в случае чего этот препарат быстро устранять с рынка. И четвертая стадия, например, потребовалась у нас с коксигбовым, так называемым коксигбовым кризисом. Значит, это препараты, ингибиторы циклооксигеназы определенные. И они появились на рынке на рубеже веков XX и XXI позиционировались очень как безопасные и эффективные средства противовоспалительные и как анальгетики, то есть обычные нестероидные противовоспалительные препараты, просто более совершенные. И затем, когда начали вот эти постмаркетинговые наблюдения, выяснилось, что в сумме они вызвали около, по разным оценкам, до 140 тысяч приступов станокардии, из которых где-то 30-40% закончились летальным исходом. И так далее. То есть примеров этих на самом деле много, поэтому еще раз повторюсь, такой лабораторный человечек – это очень актуальная вещь. Вот так он примерно сегодня выглядит. Ну, по крайней мере, одна из действующих моделей выглядит именно так. Значит, это принцип какой? Мы берем и создаем на неких электронных устройствах модель действующего органа. Но при этом, естественно, мы не печатаем печень в полной размерной. Мы берем тот минимальный необходимый комплект клеток, который будет отвечать за всю печень разом. То есть мы знаем, что существует альвеола в легких, то же самое. Это минимальный элемент, который обеспечивает ее деятельность. То есть мы можем, в принципе, с некоторой степенью допущения судить о работе целого органа именно по его минимальной функциональной единице. Таким образом, мы их можем между собой соединять подобием кровеносных сосудов. Вот они показаны красным. Хотя, конечно, там пока что не кровь. Я об этом чуть-чуть попозже расскажу. И, в принципе, если мы через такие органы, то есть мы их можем располагать последовательно, если мы через такие органы будем пропускать какие-то изучаемые нами молекулы, то мы сможем увидеть, как, во-первых, происходит, например, метаболизм. Если у нас подключена печень, соответственно, там эти лекарства будут проходить какой-то определенной стадии метаболизма. Мы можем посмотреть, как эти метаболиты действуют на остальные органы. То есть не будет ли кардиотоксичности, не будет ли, предположим, нефротоксичности, не будет ли воздействия на какие-то другие целевые органы. И что в этом блоке самое интересное, что мы можем по необходимости менять. То есть нам не обязательно туда ставить весь набор органов. Мы можем, например, поставить кожу, мы можем поставить кишечник, ну, по крайней мере, те функциональные единицы, которые существуют. И смотреть конкретно по тем направлениям и по тем лекарствам, которые нас сегодня интересуют. Понятно, что без слабых мест никак. Во-первых, самое главное, это чтобы то, что происходит в пробирке, то есть это все равно, это исследование инвитро. То есть это исследование в лаборатории, не в живом организме. Нам надо, чтобы это соответствовало тому, что происходит в живом организме. Это сложно. Для этого нам надо хотя бы соблюдать пропорцию. Предположим, мы знаем, какие есть ткани. Мы знаем, что орган состоит из разных тканей. То есть та же, скажем, поджелудочная железа, она у нас умеет делать одновременно несколько вещей. Она может продуцировать инсулин, она может продуцировать пищеварительные ферменты и так далее. То есть у нее много задач. Соответственно, она состоит из разных тканей. Поэтому для того, чтобы мы точно знали, как будет работать тот или иной препарат в отношении поджелудочной железы, нам придется воспроизвести все эти особенности именно при помощи вот таких чипов. Понятно, что и по массе клеток это должно примерно соответствовать по тому потоку крови, которая идет через этот орган. Это тоже должно соответствовать тем параметрам, которые есть у нормального обычного органа. Второй вопрос – это на чем делать, то есть что брать за основу. Понятно, что чистую биологическую мембрану, настоящую, мы в этом смысле использовать не сможем, поскольку нам придется ее достаточно с большими усилиями стабилизировать и кормить, скажем так, потому что это тоже еще отдельный вопрос, как поддерживать ее стабильность. Поэтому сейчас, например, используется такое вещество, ПМДС, если коротко, а если целиком, то это полидиметилсилоксан. Это кремно-органическое соединение, которое обладает интересным свойством, которое одновременно его делает и полезным, и вредным. Первое – полезным. Почему полезным? Потому что это вещество используется в медицине как энтеросорбент. Не самый эффективный, конечно, но тем не менее достаточно хорошо работающий. Что это означает? Что он собирает на себя, это гель достаточно плотный, он собирает внутрь себя, то есть адсорбирует мелкие молекулы. Понятно, что при этом он не делает особой разницы, то есть это не селективный препарат, он не делает особой разницы, что конкретно на себя забирать. Есть просто определенный разброс атомной массы, скажем так, который он может на себя забрать. В том случае, если мы эту основу, эту подложку будем использовать в органе на чипе и будем исследовать какое-то лекарство, есть большая вероятность, что вот эта подложка просто соберет все это лекарство на себя, поскольку, как я уже сказал, обладает асорбирующими свойствами. Это серьезно исказит результаты исследований. Но пока что ничего более приемливого найти не удалось. И третий момент, пожалуй, наверное, один из самых важных, это чем все это питать и снабжать. Потому что в норме это снабжает все наши ткани, все наши органы снабжаются еще одной тканью. Вы знаете, что кровь это жидкая ткань, причем достаточно уникальная, то есть она обладает огромным количеством функций. Здесь же в лабораторных условиях приходится жертвовать достаточно большой частью, скажем, нет никаких форменных элементов. То есть это исключительно питательный раствор и кислород в нем присутствует в растворенном виде. То есть это как бы уже опять допущение и не совсем корректное. Но тем не менее это лучше, чем использовать тех же животных, например. И в любом случае это точнее. Вот примерный набор из того, что сегодня умеют делать на чипах, в той или иной мере, скажем так, достоверности и похожести. Ну, если посмотреть, то практически все уже представлено. То есть при желании мы небольшого гомункулиса сможем собрать. У него есть и сосуды, у него есть и кости, и сердце, и печень, и даже некое подобие головного мозга. То есть об этом неоднократно писали. Ну, понятно, что никаких высших функций он даже выполнять не будет, но некое подобие все-таки уже есть. Значит, как это работает? То есть самое интересное, естественно, посмотреть, как это работает в живую. И мы сейчас посмотрим, как работает легкое на чипе. Application of cyclic suction in side channels makes the entire flexible sheet and cells stretch and relax rhythmically, just like our lung cells do when we breathe. In the lung-on-a-chip device, air flows over the top of the human lung cells, and a liquid medium containing human white blood cells flows below the capillary cell layer. To test how well the lung-on-a-chip device replicates the natural responses of living lungs, we introduced bacteria into the air channel to mimic an infection, and we introduced white blood cells to the blood channel. We then saw the white blood cells migrate across the capillary cell layer, through the pores of the central membrane, and into the airspace where they engulfed the bacteria. Here's a video that shows this response, in real-time, viewed through the device. The tissue cells are not visible here, but we can see white blood cells flowing freely in the capillary channel of the device, just as they do in blood vessels of a healthy person. But when we infect the air channel by adding bacteria, the immune cells abruptly stick to the surfaces of the capillary cells on the opposite side of the membrane, located directly below the infection site. Here's a magnified view showing a migrating white blood cell, making its way through the first capillary cell layer, wriggling through the pentagonal hole in the flexible membrane, and then moving out of focus to the other side. When viewed from the air channel, with all cells visible, you can see a round, white blood cell popping up from below. Just like in a real lung infection, the white blood cells, which are now colored red, engulf and kill the green bacterial invaders. The lung on a chip can also mimic the toxic effects of airborne nanoparticles on the lung. In fact, experiments with the device led to the prediction that breathing increases their absorption into the bloodstream, and this has been confirmed in animal studies. Bio-inspired micro-devices that can mimic whole human organ function, such as the lung on a chip, could potentially replace animal testing and bring new therapies to patients faster and at lower cost in the future. Конечно. Ну, первый вывод, наверное, который можно сделать, поскольку и Сергей показывал достаточно много таких видео, это что если вы хотите пользоваться актуальными научными медицинскими данными, придется учить очень английский, потому и это, как вы понимаете, международный язык науки. Но я все-таки постараюсь некоторые вещи, которые там были, объяснить. В принципе, что сделали? То есть показали, как работает одновременно несколько функций легких. Во-первых, при помощи вот этого нехитрого устройства, что у нас получается? У нас в центре находится пористая мембрана, сверху находятся клетки, которые являются выстилкой альвеолы в норме, а внизу это эндотелий капилляров. То есть это модель альвеолы, если мы об этом говорим. Поскольку по бокам находятся специальные каналы, в которых создается разрежение, мы можем растягивать эту мембрану, как это происходит при нормальном вдохе, мы можем возвращать ее в исходное состояние, как это происходит при выдохе. Что еще интересно, условно, конечно, кровь, то есть в той жидкости, которая течет в нижнем канале, добавили лейкоциты. И показали, что если в верхний канал подавать в воздухе бактерии, они будут оседать, соответственно, на альвеолах, лейкоциты это чувствуют и проходят через поры, находят этих бактерий и уничтожают их. Это первое, что было показано в исследовании. И второе, что было показано, это что те микрочастицы, в принципе, это было показано и до того, но на животных в основном, и в виде предположений, микрочастицы загрязнения, которые находятся в воздухе, они способны проникать через этот барьер, то есть через легкие попадать в кровь. После этого разноситься по различным органам и оказывать там свое вредоносное действие. В частности, например, это относится к компонентам смога, если быть точным, то к мелкодисперсным частицам. И, скажем, это одно из подтверждений того, что при смоге маски, вот эти обычные, которые в аптеке продаются, они бесполезны, потому что они не фильтруют те мелкодисперсные частицы, которые являются основной опасностью смога. Здесь то же самое, только в более схематичном изображении. То же самое мы видим, имитация вдоха, как это происходит в альвеолах, и то же самое происходит это в этом устройстве. Зачем, в принципе, еще может потребоваться вот такое легкое на чипе? Ну, например, для того, чтобы вот таких исследований больше не было. Понятно, что от животных мы пока отказаться не можем. Ну, никак. Но, по крайней мере, вот эти разработки, они дают надежду, что ни вот такой батареи из крыс, как наверху справа, ни, тем более, биглей, совершенно замечательных животных, конечно, но немножко безбашенных, ни приматов в этих опытах использовать больше не придется, потому что мы можем пропускать табачный дым, например, через верхний канал вот этого легкого на чипе. Что интересно, что это, в общем-то, и удается. То есть аналогичный опыт провели в том числе… Сейчас мы покажем, как это происходит. То есть это курильщик, но уже на чипе. Курильщик на чипе, если можно так сказать. То есть поджигаются сигареты, происходит их протяжка через них воздуха, и вот этот табачный дым, он проходит через верхний канал легкого на чипе. То есть раньше для этого потребовалась такая же батарея крыс, например. Потом их нужно было вскрыть, легкие, соответственно, растянуть на предметном стекле, посмотреть, что там произошло, потом еще биохимию сделать и так далее, токсикологию. Сейчас это все одновременно делается в реальном времени. То есть в тот момент, когда воздух проходит по верхнему каналу, та электроника, которая встроена в этот миниатюрный орган, она сразу считывает массу показателей и оценивает то, что происходит в том числе в клетках. Что удалось найти? Сделали сразу несколько интересных наблюдений. Во-первых, показали, что действительно табачный дым является эпигенетическим фактором. То есть он может активировать определенные гены в клетках, в данном случае в клетках легочного эпителия. Что интересно, что если посмотреть по активности, то самым активным из них оказался ген, отвечающий за, скажем так, условно, упрощенно за работу антиоксидантной системы на месте. Он активируется в тех случаях, когда идет большой поток свободных радикалов. То есть идет свободно-радикальная атака на клетку. И, соответственно, таким образом клетка пытается защищаться. Следующее открытие – это когда сравнивались. То есть понятно, что внутрь можно положить любые клетки. Можно взять клетки, например, больных хронической обструктивной болезни легких. То есть это одно из наиболее частых последствий курения. И сравнить с здоровыми клетками, с клетками нормальных легких. Получается, что у пациентов с Хоббл у них дополнительно еще активируется 147 специфических генов. То есть, как мы видим, курение и Хоббл получаются порочный круг. Они самоподдерживающаяся система. И третье, что интересно, это о движении ресничек эпителия. То есть вы знаете, что в более вышележащих путях эпителий ресничетый. Для того, чтобы слизь двигалась в определенном направлении. На выход. То есть у него есть вполне определенная задача. В том случае, если на ресничестве эпителии действует дым, их движения становятся хаотичными. То есть если раньше они подчиняются распределению гаусса, то есть примерно нормальному распределению, то если на них воздействует табачный дым, они начинают колебаться в совершенно произвольном порядке. К чему это приводит? К очень простому. Вся эта слизь, вместо того, чтобы выводиться через ротовое отверстие, как это положено, ну либо через носовое, она начинает спускаться в ниже лежащие отделы. И приводит к развитию различных заболеваний, в том числе пневмонии, в том числе застойных явлений и так далее. Ценные эти данные, да, безусловно, ценные. И ценные они еще тем, что для этого не пришлось привлекать ни добровольцев людей, ни животных в больших количествах. Значит, то же самое, например, происходит с сердцем. Это автоматизм сердечной мышцы. То есть, вы видите, идет сокращение. То же самое. Обещают, что это будет вполне себе хорошая замена для опытов на животных. Потому что сейчас очень активно ведутся исследования, скажем, по стволовым клеткам, потому как они могут замещать дефекты после инфаркта. И естественно, что для этого сначала крысы-мышей доводят до этого самого инфаркта, а потом уже пытаются спасать. В данном случае таких жертв не потребуется. Можно будет изучать практически любые, скажем так, аспекты, да, этой проблемы, меняя условия так, как это нам надо, используя практически неограниченные возможности в данном случае. Можно сказать, что гомонкулис, вернее, нужно сказать, что он есть и у нас в России, не только за рубежом. Значит, он разрабатывался совместно с немецкими лабораториями, значит, нашей компанией биоклиникум отечественной. И такие комплексы работают уже в нескольких университетах, по крайней мере в Московском государственном университете точно есть, в Московском политехническом университете, в Новосибирске есть. Я так думаю, что со временем, наверное, и в других городах появится вещь, удобная тем, что это модульная система, да, то есть мы можем сделать набор, как я уже говорил, из практически любого количества органов, которые нам нужны. Что интересно, что когда я пытался поискать, ну, должны же быть какие-то противники, да, у этой идеи, они же всегда есть у любой идеи. Неважно, это прививки, ГМО и так далее, они всегда есть. И какая будет аргументация? Нашлись такие люди, и знаете, какой вопрос они впервые задают? Ну, самый основной. Будет ли гомонкулису больно? Ну, не такой простой вопрос, на самом деле, если подумать, потому что вы же знаете, да, что боль возникает еще на клеточном уровне, да, то есть это выброс определенных медиаторов боли, то, что называется, простагландина и так далее, то есть это масса систем. То есть по идее этот сигнал болевой возникать должен. В том случае, если в этой системе используется нечто вроде управляющего блока, да, то есть который можно условно назвать головным мозгом, эта информация ему поступит. То есть получается, что это устройство будет испытывать боль. Так что не все так просто, как хотелось бы. Вместо зоозащитников, я так понимаю, что займут гомункулосозащитники, которые будут говорить, да, что отпустите прибор на волю, ему больно. Значит, следующая тема, которая очень плотно связана с предыдущей, это печать, да, 3D-печать. Поскольку она активно вошла и в нашу жизнь, я бы сказал, даже ворвалась, наверное, то есть буквально за последние лет 5 наблюдается такой бум, печатают практически все. И как выяснилось, что печатать могут в том числе и органы. Опять же, мы возвращаемся немножко к истории. Трансплантация органов – вещь очень нужная, да, то есть очень многие органы, к сожалению, в процессе заболевания приходят в полную негодность, и встает вопрос о том, чтобы его заменить. Например, пересадка печени – достаточно известная вещь. Пересадка сердца – то же самое. Здесь одним из пионеров будет наш Владимир Демихов, очень хорошо известный, наверное, не только в нашей стране, но и за рубежом. Один из немногих наших ученых в этой области, который так известен. И одно из его, наверное, величайших достижений – это сразу пересадка комплекса сердца и легкие, то есть одновременно. Одновременные пересадки. Ну а в популярном смысле он больше известен по двухголовым собакам. Значит, это тоже достаточно интересный опыт, и всего их было создано, по-моему, около 20 особей, и многие из них жили и функционировали вполне себе двухголовыми. То есть и пищу принимали, и даже лаяли по-разному, потому что если пересечение было не на уровне голосовых связок, то у них еще и разный голос был. Но понятно, что со временем вот то, что делал Демихов, оно получило возможность, то есть появилась возможность замены того, что он делал, просто печатью органов. То есть мы просто можем напечатать себе запчасть. Но, как обычно, в этой проблеме все не так просто. Есть несколько основных подходов из тех, что сейчас используются, или по крайней мере пытаются их использовать. Первое, что нам нужно, нам нужно точно знать, как устроен тот орган или та часть тела, которую мы собираемся заместить. Для этого нам приходится использовать методы диагностики, которые есть в медицине. И что самое интересное, нам их приходится использовать в комплексе. Например, известно, что рентгеновское излучение лучше всего подходит для визуализации костей. На МРТ кости видны не очень. Зато на МРТ хорошо видны мягкие ткани, которые плохо видны на рентгене. Поэтому чаще всего используется комплекс из этих диагностических методик, для того, чтобы мы получили точное представление о том, как в принципе структурно устроен тот или иной орган. Плюс еще МРТ и, скажем, компьютерная томография в том, что мы можем создавать трехмерную модель на основе полученной информации и делать срезы в любую сторону. То есть, опять же, изучить этот орган. Дальше есть два подхода к тому, как создавать орган. Первое, значит, что мы можем делать, это мы берем клетки обычные и научаем их самовоспроизводиться. То есть у нас одна за одной цепочечкой идет. Потом нарезаем, создаем из них какое-то подобие ткани и опять же наносим на какую-то необходимую нам основу. Это один вариант. И второй вариант. Мы используем полностью синтетические компоненты, но делаем биомимикрию, то есть заставляем их, чтобы они работали именно так, как работает в живом организме. Понятно, что есть несколько технологий печати. В основном она очень похожа на то, что есть в IT, то есть то, что используется в бытовых, скажем, струйных принтерах. Существуют струйные биопринтеры. Там принцип тот же самый. Маленькая капля выстреливается либо пьезо при помощи пьезоэлемента, либо при помощи пневматики. Возможно, так называемая микроэкструзия, то есть некий постоянный поток. Он разогревается в головке, и мы им наносим его опять же на основу. Кроме того, можно тот же самый материал сначала нанести, а потом прогреть его лазером. Ну и так далее. То есть в принципе очень большое количество различных подходов есть к этому. И опять же вернемся к минусам и к тому, во что приходится упираться. Первое, во что приходится, это материал. То есть из чего все это делать? Во-первых, материал должен быть, естественно, пригодным к печати, то есть он не должен разрушаться при каком-то температурном воздействии, при воздействии ультразвука или сжатого воздуха. На самом деле таких материалов не очень много, и поэтому чаще всего все это останавливается на каких-то гелевых, на биогелях, на гидрогелях, которые в принципе в основном и используются. Следующий вопрос – это биологическая совместимость, то есть насколько этот материал будет совместим с нашим организмом. Опять же, не так просто. Если взять ту же кровь, сколько групп крови есть? Да, еще варианты? 46. По крайней мере на сегодня описано 46 групп крови. И 600 поверхностных антигенов на эритроците, которые тоже могут влиять на биосовместимость крови. Именно поэтому напрямую есть запрет переливания крови без биопробы. То есть мало того, что она одногруппная, мало того, что еще раз проводится определение группы крови, это тоже как бы ладно. Существует биопроба, то есть когда кровь, рецепиент и донора соединяются в пробирке, помещаются в термостат при 37 градусах, и затем мы смотрим, что происходит. Если после этого не произошло ничего, то есть агглютинация не произошла, только в этом случае мы имеем право переливать кровь. То есть это не такой простой вопрос на самом деле. Следующая проблема, это мы понимаем, что вот этот носитель, то есть мы используем носитель, тот же гидрогель, мы используем для того, чтобы нанести, напечатать клетки. После этого, после того, как клетки будут присоединены к основе, после того, как они превратятся в единую ткань и соединятся в единый комплекс, носитель будет не нужен. То есть, во-первых, он должен быть биодеградируемым, желательно биодеградируемым, потому что если мы поместим это в организм, желательно, чтобы он там и рассосался без всякого внешнего воздействия. Это первое. И второе, чтобы продукты распада не были токсичными. Но это как бы тоже логично. Кроме того, нужно учитывать, что нам могут потребоваться для печати, например, одного и того же органа, нам могут потребоваться очень разные по своей характеристике материалы. То есть это может быть и что-то железистое, предположим, это может быть мышечная ткань, это может быть какая-то мощная строма, соединительная ткань и так далее. То есть это тоже приходится учитывать. Ну и понятно, что да, этот материал должен быть максимально близким к тому, то есть он должен создавать те же структуры, которые создаются организмом в норме. Ну, некоторые успехи в этом деле есть. По крайней мере, есть сообщения о том, что, например, в арабском мире, то есть арабские ученые создали уже сердце примерно такое, распечатанное. Но понятно, что оно используется пока не для пересадки, а для тренировки хирургов. В принципе, действительно, это очень важное направление. Это как раз вот первый этап, то есть первый этап работы. То есть можно разделить, в принципе, на три этапа. Всю вот этот вот прогресс биопечати, если можно так сказать. Первое – это самые простые вещи, которые мы можем напечатать. Это различные, предположим, хрящи, какие-то участки кожи, кости и так далее. То есть то, что попроще, то, что мы точно знаем, как выглядит, и то, что не требует никакой серьезной какой-то поддержки со стороны других органов и систем. Следующие посложнее, то есть, предположим, это какие-то каркасы, типа трахеи, например, либо это, предположим, уже более какие-то сложные вещи, вроде клапанов сердечных. Это второй этап. И вот развитие биопринтинга, по крайней мере, сегодня находится вот на втором этапе. До паренхематозных органов, таких как, например, почки, мы пока что не дошли. Ну, по крайней мере, это достаточно серьезное такое направление для того, чтобы напечатать целиком почку. Но это, в общем, нужны очень большие затраты. И пока что дешевле ее пересаживать от донора. Значит, почему? Да, вот сейчас хочу показать очень интересный случай. Я, в принципе, буду говорить не о всем, ну, то есть не о конкретном биопринтинге, а в том числе о применении очень похожих технологий для решения каких-то серьезных задач. Вот есть такое сложное состояние, доврожденное, когда у женщин отсутствует лагалище полностью. Иногда бывает, что еще отсутствует комплекс вместе с маткой, либо матка недоразвита. Также могут отсутствовать яичники. Ну, в общем, это, сами понимаете, очень тяжелое состояние и психологически, и физиологически. Но, тем не менее, на продолжительность жизни это никак особо не влияет. То есть им приходится долгое время жить с этим. И вот на помощь им пришла вот такая разработка. Важные вагинасти help four females live normal lives. The organs were made by using the patient's very own cells. The implants help females suffering from Meyer-Rokotonsky-Kesterhouser Syndrome, or MRKHS, which causes the uterus and vagina to be either missing, underdeveloped, or deformed. The director of the Institute for Regenerative Medicine at Wake Forest Baptist Medical Center, Anthony Attala, led the team that was responsible for developing and successfully implanting the vaginas. The first part of the process involves obtaining Тищу samples from patients. The cells are later arranged on biodegradable scaffolding, shaped like vaginas. Muscle cells are added to the outside and epithelial cells are placed inside. Once the lab vaginas are complete, they are given time to mature. After that's done, they are implanted into created canals and stitched into place. The four patients who took part in the experiment and subsequent procedure are now doing fine. Atala commented, It's been rewarding to see them do so well. It does change their lives. рассказ самого ученого об этом. Это уже не так интересно. Смотрите, что произошло. Этап биопечати, чтобы показали пластинку, взяли собственные клетки этих женщин. Вернее, тогда девушек. Они 13-18 лет, 4 девушки. Взяли их собственные клетки и из них вырастили эту заготовку. После этого ее поместили, как вы видели, в термостат, и клетки подрастили. То есть клетки начали развиваться, между ними начали развиваться соединения и так далее. Клетки, естественно, были разные. То есть, как вы понимаете, влагалище орган достаточно много, составной функции у него очень много. После этого создали, это уже оперативным путем создали канал, куда поместили вот эту заготовку. И во всех четырех случаях все это удачно превратилось в нормально функционирующий орган. Что интересно, все это проводилось до 2008 года, и через 8 лет, когда итоги наблюдения сообщили, все четверо благополучно ведут половую жизнь, и у двух из них, у которых матки присутствовали, яичники, установился нормальный и регулярный месячный цикл. То есть, как вы понимаете, буквально в 20 веке это было бы невозможно. Сейчас это возможно благодаря в том числе и технологиям печати. Ну вот то же самое. То есть, вы видите, вот эта вот заготовка, она нанесена как раз на ту форму, чтобы формировался как раз нужный полый орган. Больше всего, конечно, пока что повезло крысам и мышам. То есть, для них уже напечатали практически все. Есть яичники, функционирующие, причем эволюирующие. Есть щитовидная железа. Это, кстати, отечественная разработка. Это наше дело. Щитовидная железа, опять же, функционирующая. Крупные сосуды, кости, мышцы и даже фрагменты иннервированной и двигающейся кишки. Ну, понятно, что человек, к сожалению, не крыса, поэтому я думаю, что еще некоторое время мы не услышим о каких-то таких вот серьезных, о том, что человеку напечатали там новые печени, предположим, или еще что-то в этом роде. Хотя, если говорить о печени, то по большому счету нет необходимости печатать ее целиком. Достаточно хорошо известно, что даже пересадка делается не целой печени, а, предположим, иногда фрагменты. По большому счету, запас у нее достаточно высокий. Если даже 15-20% здорового органа поместить, то со временем он может регенерировать до достаточно внушительных размеров. Значит, что еще? Это, опять же, не совсем биопечать, но, тем не менее, это применение именно в медицине. Причем, что интересно, самоприменение. То есть, это студент просто решил бюджетным образом, да, решить свою проблему с зубами. Для этого, да, он просто распечатал, это капа, это называется капа, такое устройство. То есть, что он сделал? Да, он просто сделал отпечатки своих зубов. Для этого достаточно гипса. И затем распечатал модель, да, на 3D-принтере. После этого он сделал несколько слепков, да, то есть, так как зуб должен постепенно входить в норму. Не резко, да, а постепенно. И создал несколько кап, да, то есть, вместо того, чтобы он носил брекеты, он просто носил кап. Да, ну и за 60 долларов он теперь все это полностью исправил, без каких-то обращений к врачу и так далее. Ну, понятно, что это не реклама самолечения, но это, по крайней мере, пример того, как это может работать. Самое интересное, что у нас такое же есть. Например, с неправильным прикусом, там мы все не ставим. Между тем, по статистике, эта проблема касается 90% населения планеты. И дело не только в эстетике. Кривые зубы изнашиваются быстрее. Как современные медицинские технологии могут решить эту проблему, разбирался Андрей Негру. О том, что прикус нужно исправлять, Михаилу говорили давно. Но носить во рту металлические скобы взрослому уже мужчине совсем не хотелось. О том, что брекетом существует альтернатива, незаметные накладки капы, он знал. Но пугало стоимость лечения, ведь капы по индивидуальным меркам изготавливали только за границей. Сегодня на помощь Михаилу и другим людям с подобной проблемой пришел этот российский стартап. Молодым людям удалось не только наладить выпуск кап у нас, но и максимально его автоматизировать, что позволило снизить цену. Вот в таком виде к нам приходят слепки, которые делает доктор. Пациент закусывает специальную слепочную массу, и получают отпечатки его зубов. После чего мы изготавливаем гипсовую модель. Она отправляется в 3D-сканер. И через несколько минут обретает цифровую копию, с которой уже работает программа. В принципе, дальше все идет то же самое. То же самое, как показывали у предыдущего студента. Еще раз повторюсь, это студенческие стартапы. То есть это вполне можно делать в рамках любого университета. Значит, что еще? Одно из завершающих в этой лекции, еще одна возможность использования 3D-принтеров, это создание персональных таблеток, то есть индивидуализированных. В каком смысле? Иногда одному и тому же пациенту назначается несколько препаратов. Такое бывает. И очень часто одна из самых распространенных проблем, он просто забывает, что один два раза в сутки нужно, другой четыре, один до еды, один после. Как все это запомнить? Некоторые пишут себе какое-то расписание, некоторые пользуются особыми таблетницами. А вот ученые из Сингапура предложили такой выход. Давайте просто напечатаем как лего практически различные составляющие. И затем соберем их в одну таблетку. В зависимости от того, как мы ее будем печатать, какой мы материал будем использовать, мы можем сделать так, что достаточно будет принять один раз в сутки эту таблетку, и за время путешествия по организму будет постепенно высвобождаться те или иные препараты в свое необходимое для этого время. Чем это хорошо? Что человеку не нужно больше помнить о том, как вспоминать, не вспоминать, пить, не пить. То есть увеличивается эффективность препаратов определенно, поскольку все принимают вовремя и так далее. Ну и плюс, если представить себе такое отдаленное будущее, которое все быстрее к нам приближается, то может быть такая вещь, что просто человек приходит в аптеку, электронный рецепт уже пришел от врача, и ему распечатывают конкретно, персонально для него предназначенный набор таблеток, которые он просто пьет раз в сутки, предположим. Однако проблемы тут тоже могут быть. Например, почему могут печатать некоторые органы для тренировки хирургов? Это не самая, так сказать, простая задача. Например, вчера мы были в совершенно замечательной больнице здесь, в Республиканской. Действительно потрясает все, что там мы увидели. И в том числе там есть центр обучения врачей, в котором, например, используется в том числе и трупный материал. Так вот, проблема с трупным материалом в том, что его приходится закупать в Соединенных Штатах. Если переводить на военный язык, то мы покупаем трупы вероятного противника. В общем, звучит как бред, но тем не менее так и есть. Проблема часто бывает либо в законодательной сфере, либо в какой-то морально-этической. Например, Казанский университет с этим сталкивался. В 1824 году здесь произошло достаточно знаковое событие. Тогда попечителем Казанского учебного округа был некто Михаил Магницкий, который не отличался передовыми взглядами. И в один из прекрасных дней 1824 года на медицинский факультет ворвалась достаточно странная процессия. Сам Магницкий, архиепископ местный, и толпа религиозных фанатиков с гробами, с пустыми. Они собрали все анатомические препараты и со всеми причитающимися ритуалами и всем остальным похоронили на ближайшем кладбище. Самое интересное, что в этой коллекции было примерно 25% животных препаратов. То есть там были лошади, там были свиньи, там были куры, там были и так далее. То есть, в общем, такая большая проблема. Тем не менее, это достаточно большая проблема. Я думаю, что столкнуться с этическими вопросами нам еще предстоит. Потому что не все это так просто. Кому принадлежат, например, эти органы, которые печатались из клеток определенных людей? Тоже хороший вопрос. Либо, предположим, если мы начинаем собирать этого гомункулюса, то в какой момент он перестает быть собой? То есть мы заменили сердце? Хорошо. Это еще тот же человек. Заменили печень? Заменили еще что-то? А если мы в итоге еще заменим головной мозг? Спрашивается, будет ли тот же человек или нет? Ну, в общем, да. Это еще та проблема, которую предстоит решать, наверное, будущим поколениям. Вопросы? Вопросы? Вопросы про вам. Ровно за интереснейшую лекцию. Вопрос такой. Ваше мнение как врача и как журналиста на вопрос такой, как плацебо. Как вы относитесь? Слушайте. Ну, про плацебо нужно читать отдельную лекцию. И, если я не ошибаюсь, сегодня как раз в Москве идет скептикон. И Сергей Белков, достаточно хорошо известный и в ЖЖ, и в Фейсбуке, будет читать лекцию как раз по этой теме. Вот все, что он расскажет, я эту точку зрения целиком разделяю. Я думаю, что в сети появится запись. Тут просто одним словом не скажешь. Это очень такая многогранная проблема. Вопрос слева. Здравствуйте. Спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос. Можно ли с помощью органов на чипе и органов, напечатанных на 3D-принтинге, исследовать развитие патологических процессов? И второй вопрос. Можно ли создавать органы заведомо измененной морфологией и физиологией, чтобы потом исследовать лечение с помощью передовых каких-то лекарственных средств? Да, вы совершенно правильно эту затронуете. Я ее как-то упустил. Существуют 3D-модели опухолей. То есть, как делают из нормальных клеток, то же самое собирают уже сейчас из опухолевых клеток. То есть, по большому счету, они даже более доступны, потому что существуют банки таких клеток, которыми пользуются во всем мире. Существуют определенные клеточные линии. И мы можем моделировать практически любую злокачественную опухоль, изучать, как она работает и перебирать лекарства против нее. По поводу измененной морфологии как-то пока не приходилось такого слышать. И если честно, то целесообразность пока выглядит не очень ясной. То есть, что конкретно мы хотим получить. Нам бы пока справиться с тем, что у нас вот сейчас есть, то есть, с той патологией, которую мы уже исследовали, которую мы знаем, и против которых до сих пор нет лекарств. Таких болезней все еще очень много. Вопрос слева в конце зала. Здравствуйте. Как вы только что застронули тему выращивания патологических опухолей. Если их пересаживать на чипы для изучения их воздействия. То есть, как можно будет рассмотреть тот вариант, когда иммунные клетки, которые будут задействованы в опухолем ответе, будут работать с другими частями тела, допустим. Потому что есть такой вариант, даже когда рассматривается хоббл, когда идет иммуносупрессия, допустим, М2 типа макрофага, и если он уменьшает свое воздействие факторов роста, то дальше идет репрессия. Я понял. Спасибо. Да, вопрос очень такой злободневный, я бы сказал. Я сразу скажу, что на современном уровне развития этих органов на чипе пока что этого сделать нельзя. То есть, это не позволяет, к сожалению, технологический уровень. Мы пока что этого не умеем. Ну, я думаю, что это кто-нибудь из вас со временем сможет сделать. Вопрос посередине зала. Такая же трепещущая проблема. Вот я год назад сам по своему желанию бросил курить, но у моих знакомых проблема, они покупают никотиновые пластыри, и они не действуют. Вот правильно ли я понял, что никотиновые пластыри – это плацебо и шарлатанство, и не могли бы вы об этом статью написать? Ну, а сейчас ответить устно. Нет, ну, статьи о том, как бросать курить, как раз есть. Надо поднять архив журнала «Здоровье», когда я еще там был обозревателем, и когда еще с ним можно было работать. Там есть как раз обзор большой, практически по всем методам бросания курения. Я скажу так. Значит, здесь есть очень много составляющих, то есть это проблемы, много компонентные. Дело в том, что тут могут быть завязаны и психологические вещи, и иногда и уровень даже физической зависимости у некоторых людей может быть достаточно высоким. Это определяется сейчас при помощи генетического тестирования, то есть ищется определенная аллель, ее удается найти. Эти люди испытывают почти настоящую, практически настоящую физическую зависимость, и отказ от курения у них сопровождается достаточно выраженным, практически абстинентным синдромом. То есть организм реагирует очень бурно, им очень тяжело, и многие бросают. У некоторых в курении есть ритуальные составляющие. То есть это как бы такой, ну, люди кинестетики, то есть они в основном все ощущают через движение, через все остальное, и им нужен вот сам вот этот процесс курения и так далее. И им важен даже поступление никотина, то есть в этом случае никотиновый пластырь будет бесполезен. Им нужен вот именно вот этот весь процесс, начиная там от доставания сигареты, от подкуривания, чаще всего они используют какие-то такие вычурные зажигалки, например, и так далее. Это целый комплекс ощущений. Поэтому, да, действительно, он может в некоторых случаях не срабатывать, но в некоторых, в том случае, когда выражена физическая зависимость, он может облегчать человеческое состояние этого человека, и я не думаю, что это такое уж прям выраженное шарлатанство. Другое дело, что это должно быть селективное применение. Вопрос справа. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хочу задать немного смежный вопрос. Все, наверное, знают, что в 2017 году планируется пересадка головы. Вот западные ученые, да, вот как ученые вы могли бы сказать вероятность удачного исхода или вот что-то в этом роде? Что вообще, получится ли этот эксперимент? Я понял. Ну, я не ученый, я врач, да, поэтому я могу ответить, как в случае с блондинкой-динозавром, да, либо получится, либо нет, то есть 50 на 50. Но чисто теоретически, да, то есть чисто теоретически, на современном уровне микрохирургии мы можем соединить те части, сшиваемые, да, то есть голову и тело, мы можем соединить их с достаточно высокой аккуратностью. Что в итоге из этого получится, это уже совершенно другой вопрос. Но микрохирургия позволяет это сегодня сделать. То есть технически я проблем в этом не вижу. Другое дело, что как это будет, что это в итоге получится, это уже вопрос вот, наверное, к Сергею, он, наверное, более ориентирован в этом вопросе, ну, либо вот к Васильеву, а к настоящему ученому. Вопрос на сцене за спиной у вас. Здравствуйте. Хотелось задать вопрос, если речь зашла об имплантируемых и печатаемых органах. Какие вызывают более сильное отторжение, потому что имплантируемые органы сами по себе могут его вызывать, как сказать, когда последствия более… Я понял. Смотрите, это зависит от того, какой материал мы будем использовать. Потому что одно дело, если мы берем какой-то биосовместимый хотя бы, то есть биосовместимый, но все-таки синтетический материал, это один вопрос. И второй вопрос, когда мы берем собственные клетки пациента, вот как я приводил один такой случай, и выращиваем орган определенный, либо участок ткани, либо еще что-то, из его собственных клеток. В этом случае никакого ответа не будет. То есть это будет восприниматься как собственный орган. В том случае, если вот эти биосовместимые трансплантаты, например, будут содержать какие-то белковые агенты, чисто теоретически может быть какая-то реакция иммунитета. То есть выше все-таки в том случае, если мы используем какие-то другие материалы, не личные клетки пациента. Слева вопрос. Алексей, скажите, пожалуйста, вот сама по себе печать мной воспринимается довольно скептически, потому что очень много ограничений. Вы лично, я вижу, что самое перспективное, куда стоит вкладывать ресурсы и время, это выращивание органов. Вот вы как на это смотрите? Через 10, 20, 30 или вы верите, что мы все равно будем просто печатать? Нет, я думаю, да, это вопрос тоже хороший. Я думаю, что здесь комплекс будет из одной и другой технологии. Дело в том, что они применимы в разных условиях. Например, печать прекрасно сейчас, например, печатают уши. То есть печатают уши вполне себе из нормальных. Причем ткань, когда ее смотрят, удалось воссоздать человеческий хрящ почти со стопроцентной идентичностью. Ухи у нас все-таки, скажем так, они отмораживаются из-за того, что у них чувствительность пониже и все остальное. То есть здесь вопрос пока что касается, скажем, эстетической стороны. То есть это реконструктивная хирургия, в том случае, если какие-то минно-взрывные травмы, предположим, укушенные травмы лица или еще что-то, когда речь не идет о восстановлении чувствительности, а хотя бы о внешнем виде. То есть в этих случаях печать может прийти на помощь, и она уже сейчас приходит на помощь и работает. Но в том случае, если мы говорим о каких-то сложных органах, потому что даже кость, с моей точки зрения, это все-таки более сложно организованный, сложно устроенный орган, например, если учесть, что внутри этой кости должен находиться красный костный мозг. То есть если мы говорим о кровотворной системе и тех костях, которые в ней участвуют. Да, их придется выращивать, их напечатать не получится. Так что я думаю, что произойдет разделение. Некоторые более простые, скажем так, вещи останутся в 3D-печати, а некоторые уйдут целиком в выращивание. И, кроме того, я думаю, некоторые вещи будут печататься и потом подсоединяться к процессу выращивания. Вопрос на сцене слева. Большое спасибо. Мы прослушали три замечательные лекции. Общая генеральная линия всех этих лекций – эволюция человечества. Один товарищ нам рассказал, что мозг человека будет взаимодействовать с электроникой, с экзоскелетами и так далее. Второй человек нам рассказал о переносе сознания или бытия либо тоже в электронику, либо, ну, можно считать, что у другого человека. Вы рассказываете, что можно будет печатать органы, если есть какие-то отклонения. По сути, все так или иначе нам все это подводит к тому, что мы определяем, как человек будет жить дальше. Не проще ли всему человечеству собраться и подумать, а что будет лучше и двигаться в одном этом направлении? Все силы бросить туда. Почему мы определяем все три пути и все силы раскидываем туда, 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 туда? Спасибо. Я понял. Ну, на самом деле здесь есть достаточно простой ответ, что все, что вот это делается, все, о чем мы сегодня рассказывали, для того, чтобы это стало, включилось в эволюцию, это должно передаваться по наследству. Я сомневаюсь, что какие-то имплантанты будут передаваться по наследству. Ну, честно. Это понятно. Нет, ну вот, то есть, я понял, я понял. Но принцип здесь немножечко другой. То есть на нашу эволюцию влияют в основном внешние факторы. То есть мы изменяемся под влияние факторов окружающей среды. У нас происходят либо какие-то приспособительные реакции, либо еще какие-то мутации могут происходить, идиничные и так далее. Но самое главное, что оно должно закрепляться генетически. То есть это должно передаваться следующим поколениям. Поэтому я не думаю, что это будет фактором каким-то эволюционным. Другое дело, что это будет существенно менять качество жизни, например, и может быть даже форму жизни каждого конкретного человека. То есть не исключено, что будет так, что он живет, предположим, лет сто в качестве нормально функционирующего биологического объекта, то есть той самой двуногой твари без перьев. Затем следующий, я не знаю, сколько, тысячу или десять тысяч лет, он функционирует в виде сознания в каком-то компьютере. Нет. Это опять же… Мы перенесем сознание, и это будет как бы отдельно взятая, может быть, эволюция сознания, причем в непрямом понятии этого смысла. То есть если мы говорим об эволюции, то это некий биологический процесс, который затрагивает и все человечество, в том числе и каждого человека в частности. Вопрос. То есть там должна быть все-таки генетика. Вопрос слева. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос о долговечности тех материалов, из которых печатаются органы на этих принтерах, и о сроках жизни таких органов. Ну, пока что они не очень велики. Ну, здесь пока что все это упирается, понимаете, исключительно в лабораторные цели. Поэтому проблема долговечности именно в смысле изнашиваемости в пределах какого-то одного организма, она пока что не ставится. Нам бы пока, имеется в виду ученому медицине, хотя бы первое, это выяснить, как все-таки на самом деле мы устроены, как мы функционируем, потому что без этого не получится нормально воспроизводить те процессы, их нужно знать хотя бы. Это первое. И второе, научиться исследовать те процессы, которые происходят в органах на чипе, и добиться того, чтобы они соответствовали тем процессам, которые происходят в организме. Думаю, что вопрос долговечности будет следующим. У нас осталось время буквально на два вопроса. Пожалуйста, справа вопрос. Здравствуйте. Вопрос следующего характера. Что вы можете сказать о нервной ткани, о том, как ее можно выращивать, и где это может быть использоваться, например, в лечении травм спинного мозга? По крайней мере, сейчас это направление как-то не особо изучается, потому что есть другая технология, которая хорошо себя показывает. Это стволовые клетки. В том случае, если мы вводим стволовые клетки, в том числе и в некоторой степени специализации, в участки, скажем, даже спинного мозга, с определенными проблемами, удается восстановить, в том числе и функции, удается восстановить проведение сигнала и так далее. И по большому счету вся эта основная наша задача решается. Кроме того, по крайней мере, сейчас уже понятно, и Сергей, по-моему, затрагивал этот вопрос, что клетки окружения, то есть нейроглия, она влияет на те же нейроны гораздо более выраженно, чем мы это считали раньше. То есть их раньше как-то либо игнорировали, либо считали, что это питающие подстанции. На самом деле получается, что в некоторых случаях, например, после инсульта, в том числе, когда происходит отмирание некоторых участков, удается некоторые астроциты заставить за счет модифицирования окружения превратиться в полноценные нейроны, которые затем обзаводятся своими собственными аксонами, прорастают в коллатерали какие-то, создаются новые синапсы, и возникает полноценная замена тому, что было утеряно. Если мы будем выращивать эту ткань вне организма, скорее всего, мы такого эффекта не получим. Мы пока что этот процесс очень плохо знаем. Последний вопрос за спиной на сцене. Здравствуйте. Мы говорили уже про перенос сознания в электронные системы, говорили про печать отдельных органов, представленных набором разных тканей. Так вот, возможно ли впоследствии создание биологического объекта, по сути, полноценного человека, или можно будет ли его считать человеком? Да, это очень хороший вопрос, конечно. Я не знаю, если честно, полноценного ответа на вторую часть вопроса, но думаю, что в обозримом будущем нечто что-то вроде отдельного человека можно будет создать. Скорее всего, это будет синтез сразу нескольких технологий, то есть в том числе технологии клонирования, если мы говорим именно о воспроизведении конкретного человека, либо если мы говорим о неком, либо гомонкулсе, либо, не знаю, Франкенштейне, как его можно будет назвать, то я думаю, что со временем, наверное, все-таки технологии достигнут такого уровня, что можно будет из этих запчастей создать вполне нормальное функционирующее тело. Другой вопрос, зачем мы это будем делать, если, например, ту же технологию клонирования можно будет довести до совершенства, скорее всего, быстрее. Не очень понял, что вы имеете в виду. То есть создать… Я понял. Я думаю, что такой потребности нет в этом, потому что сейчас существует достаточно большое количество вспомогательных репродуктивных технологий, которые позволяют естественным путем создать того же человека и, мало того, даже отредактировать его геном для того, чтобы убрать оттуда предположение. Предположим, какие-то либо, скажем так, наследственные заболевания, либо какую-то тяжелую патологию. Нет потребности в этом. Я думаю, что если потребность когда-нибудь возникнет, то есть создать каких-нибудь, не знаю, биороботов, которые будут колонизировать, не знаю, плутон, предположим. В этом случае, наверное, наука будет этими вопросами заниматься. Пока что это, я не знаю, даже не в дальнейшей перспективе вопрос. Спасибо за вопрос. Алексей, лучший вопрос. Лучший вопрос был профессиональный, как раз про правильные макрофаги, про этот очень интересный аспект, который действительно до сих пор пока что воспроизвести не удастся. И пока Алексей дает свою книгу. Да, да, да. Можно я буквально минутку скажу. Значит, по поводу книги. Завтра с 16 часов в книжном в ЦУМе, это на втором этаже, насколько мне сказали, будет встреча меня с моими читателями. Это уже организовывало издательство. И там можно будет вопросы задать, как раз касающиеся темы книги, то есть псевдодиагностика, всякое шарлатанство в медицине. Если у кого-то будет желание и силы, время, приходите. Спасибо.